День 8 июля Как бы случайно, но, как сказано некогда, что тот, кто верит в случай, тот не может верить в Бога. Этот день оказался днем покровителей семьи благоверных князей Муромских, Петра и Февронии. Так что, хотим в этот день всех вас собрать. Но есть некоторые условия. Ну, во-первых, иногородних мы приглашаем 7 числа. Их мы можем принять не более 300 человек. Мы забронировали гостиницу. Гостиница называется «Бега». Она находится недалеко от нашего храма. Самой близкой гостиницы. И договорились о скидке. Поэтому цена одного места будет около полутора тысяч рублей. И каждый номер, он умеет либо две кровати, либо одну большую двуспальню. Поэтому будем вас комплектовать. Мальчики с мальчиками, девочки с девочками. Ну, за исключением семейных пар. Я думаю, может, такие тоже у нас. Итак, 300 человек. Это для того, чтобы заночевать ночь. Ну, а кто хочет продлить пребывание на московской, не очень гостеприимной земле, то милости просим. Теперь. Тот зал, где будет происходить наше общение уже на следующий день, 8-го, он вмещает плотно то около тысячи человек. И, так сказать, мы постараемся хоть какое-то, но питание к этому времени организовать. Обед будет стоить 100 рублей. Вот. И все остальное – пирожки. Вот. И чай. Какой у нас будет порядок? Так. Мы, ну, совершим всеночную, потому что день воскресный. И после всеночной у нас будет служба в храме поздняя, в 10 часов утра. В 12 она закончится, потом проповедь. И решим. Либо сделать перерыв на обед, но я боюсь, что он затянется. Может быть, ограничимся сперва пирожками, а потом, так сказать, обед. В общем, как-то это мы еще додумаем. О чем, кстати, вас всех известим. А потом перейдем в зал нашего православного просветительного центра, где усянемся и будем беседовать. Какая цель? Ну, самая главная цель – это вместе помолиться нам на литургии. Июль уже месяц довольно такой свободы, хотя это будет конец поста, праздник грядет Петра и Павла, народу бывает меньше, чем обычно в такие внелетние месяцы. Поэтому храм будет относительно свободен. Но какая наша цель? Значит, во-первых, помолиться все вместе. За успех нашего предприятия это очень важно, потому что центр духовной жизни является источником, является Евхаристией. Все вместе причастимся. Поэтому вы, каждый у себя дома, пройдите исповедь, чтобы уже прийти к нам готовыми. Потому что организовать для тысячи человек, на которых мы рассчитываем, исповедь – это довольно сложно. Поэтому заранее подготовить в течение недели, начиная там с первого июля, исповедуйте в своих храмах. Здесь мы вас причастим без исповеди. Второе. Мы ставим собой целью еще друг на друга посмотреть и, так сказать, близко познакомиться. Это вторая цель. Что тоже важно, чтобы наше общение не было только виртуальным. И третья цель. Третья цель. Я хочу создать такую, говоря современным языком, креативную бригаду помощи нашему проекту. Проект и блогерский наш, и вытекающие оттуда некоторые ответвления. О чем мы скажем вам дополнительно. Поэтому, понимаете, вот сами оцените свои возможности. Помимо участия в нашем блоге как зритель, свою готовность потрудиться еще вот на этом церковном поприще. Если у кого есть внутренний потенциал образования, или потенциал свободного времени, или энергия души, или молодой горячий возраст, или деньги, что тоже немаловажно, то приезжайте, пожалуйста. Если нет, то я не знаю, сколько у нас. Вообще, по отзывам нас смотрят люди, начиная от Новой Зеландии и кончая Канадой. Понятно, я думаю, что это не одна тысяча людей. И мы, конечно, всех вместить не можем. Поэтому мы решили, чтобы каждый из вас сделал заявку. И для приезжих, повторяю, это всего 300 человек. И еще человек на 500-600, это тех, кто хочет потрудиться и может потрудиться. Поэтому давайте сделаем так. Кто хочет просто пообщаться, вы просто приезжайте в тот момент, ну, в любое воскресенье, ну, после, конечно, преображения. Потому что я на Петра Павла ухожу в отпуск, и как-то это не будет возможно. Просто. И мы это, ну, как бы, продлим это наше общение. А именно мы хотим собрать вот такую бригаду УХ. Очень такую действенную, мобильную. Нам нужны и специалисты по электронным средствам передачи информации. Нам нужны и компьютерщики, и программисты. Нам нужны и финансисты. Нам нужны художники. Потом скажу, зачем. Нам нужны просто люди, у которых есть свободное время, которые хотят продлить нашу работу и в других местах. Вот такие мобильные группы реагирования на всякие события, происходящие в Москве. Потом мы хотели бы создать такие, ну, в крупных городах. Москва, Питер, Екатеринбург. Еще такие группы. Ну, познакомить. Вот, допустим, блогеров таких, которые хотят потрудиться. Чтобы в каждом большом городе у нас была своя группа. С помощью которой мы могли осуществлять совместные действия. И поэтому какая цель? У нас цель только одна. Сохранение русской семьи. Причем, говоря русской, я имею в виду все 180 народов, населяющих нашу ну, уже не такую необъятную, но все-таки достаточно большую родину. Это первое. Вот. А второе. Выход из этого духовного кризиса, в котором оказался наш народ. Под флагом благовенных князей Петра и Февронии хотим потрудиться. Кто не сможет приехать или сочтет то, что вот, ну, реально, кроме как зритель и как передача того, о чем мы говорим своим детям и близким этим ограничиться. Этого тоже совсем немало. Будет. А вот такие, кто хочет войти в такие мобильные рабочие группы, то милосты просим. Но, опять, это мое предположение. С другой стороны, нас все наберется человек 100. Ну, тогда вообще у нас никаких вопросов не будет. Но нам желательно и очень скоро, но желательно в течение 5-7 дней прислать заявку. Фамилия, имя, отчество, возраст, место жительства и, как бы, основные свои специальности и навыки. могу стрелять, могу бросать спиннинг, могу быть каменщиком, могу рисовать портреты, могу, там, ну, как бы, биатлоном заниматься, могу быстро ездить на автомобиле, там, и так далее, и так далее. Вот какие-то такие науки и образование, ну, не потерянное, а реально в котором мы чувствуем себя, как рыба в воде. Вот, и тогда объединим все усилия. Я думаю, что это будет, ну, так сказать, серьезный такой ресурс. Вот, и сделаем такое, как можно назвать, может, батальон, а может, полк, а может, наша будет целая такая дивизия, вот, под флагом Петра и Февронии, и мы совместно можем что-то сделать. Ну, мы будем лучше чувствовать вашу поддержку и разработаем, чего у нас нет. У нас есть идеология нашего блога, но нужна еще стратегия, а потом может быть и тактика. А потом уже каждый, кто сформируется и проникнется вот этой главной нашей идеей, будет наш соратник, и мы постепенно добьемся, я верю в это, чего хотим. Ну, вот, надеюсь, вы, во-первых, не испугались, во-вторых, хорошо нас поняли, а в-третьих, надеюсь на то, что вы пришлете заявки, кто пожелает. Вот, если вам не жалко, то тоже, ну, пришлите свою маленькую фотографию, чтобы мы хотя бы знали это в виде, так сказать, ну, хоть в лицо вас представлять, кто за кем стоит. Ну, кто не желает, но не надо. Все, дело абсолютно свободное, абсолютно добровольное, но так как мы находимся в виртуальном мире, это уже мы действуем открыто. Но, с другой стороны, у нас никаких эзотерических ни учений, ни желаний нет. Жила бы страна родная, и нету других забот. Ну, всего вам доброго. Надеюсь, с некоторыми из вас до скорой встречи через месяц. Продолжение следует...